Какая же территория считалась Украиной еще в 19 веке, по мнению украинского писателя Тараса Шевченко. Посмотрим на отрывки из поэзии Шевченко. В Кабзаре можно увидеть такие слова. По Польше, Волыне, Литве, Молдаванах и по Украине. То есть Волынь, тут указана, как отдельная территория, и перечисляется, наравне с Украиной. Вот еще один отрывок. Из Днестра пришли цыгане, и на Волынь, и на Украину. Опять Волынь и Украина, тут отдельные, друг от друга, территории. Да, это все были разные территории, а точнее области. Проще говоря, слово Украина, имело статус области, такой же, как сейчас имеет, та же Волынская область. Это даже можно увидеть на карте тех лет. Украинская область располагалась между Русью и поляками. Ну а кто же жил, в Украинской области? Это мы можем узнать, из украинской, в кавычках, летописи, созданной в Чернигове. Сразу видим, что там тоже Подоле, Волынь, и Украина указаны, как равнозначные области. И видим черным по белому, что во всех перечисленных регионах, живут русские, или даже россияне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok